Итак, мы сейчас будем с вами рассматривать три книги в книге, эту часть нашего обзора и общей картины книга Иова. Но прежде чем мы приступим к этому изучению, я все-таки хотел, возможно, послушать некоторые комментарии, которые, возможно, у вас появились или какие-то вопросы согласно второй поэтической части. Пожалуйста. Пожалуйста, дается три возможности. Используйте квакатные места. Есть, да? Я вижу, сестра хочет читать вопрос, да? Нет, да? Или все понятно? Или мы очень, наверное, мало внимания этому уделили, и еще мы не вошли в эту реку, да? Этой части. Мы еще находимся как бы в первой части, да? В первой книге. И, возможно, нам нужно целое занятие, а точнее несколько занятий посвятить тому, чтобы больше осмыслить вторую часть. Я хочу сказать, что эта часть, в ней нету динамики внешней. Если в первой, второй главе, да и в последней главе книги много динамических проявлений, много действий, много меняются разных декораций, то здесь очень скучная беседа. Я помню, как-то мне довелось начать просматривать один фильм. И в этом фильме большая часть времени была посвящена каким-то диалогам, каким-то разговорам. И хочу сказать, что для меня это оказалось неприемлемой твердой пищей. Я так и не досмотрел этот фильм до конца. Поэтому, когда читаешь эти диалоги, немножечко устаешь. И неудивительно, что некоторые не дочитывают до конца книгу Иова только потому, что вот эти диалоги их замучивают. Люди говорят, и это как похоже на ток-шоу. Вроде бы интересное, но пустое. Да, эти разговоры и глубокие, если мы прислушиваемся к откровению Бога, что Бог говорит. Или же поверхностно мы посмотрели шустера, повозмущались, порадовались. Прошло время. Ничем не занимались. Поздно легли спать. Ну и что из этого? Провели время у голубого экрана в общении с телевизором. Точнее, с мыслью и идеологией этой программы. Вот нечто подобное вы увидите, если поверхностно будете читать вот эту часть, которую мы называем вторая книга. вы это увидите. Но если вы знаете предпосылки программы, этого ток-шоу, если вы знаете замысел режиссера, то вам интересно будет проследить, а как же замысел будет воплощаться. А мы с вами знаем, что происходило на небе, о чем не было известно и у его друзьям. И поэтому мы знаем, на что нужно обратить внимание. И как вы думаете, на что мы должны обратить внимание в этой так называемой неинтересной части, о которой, видите, вы ничего не говорили, и оно вас особо не коснулось. И я ожидал этого. На что мы должны обратить внимание, когда будем читать эту часть? Ведь у вас между этой сессией и следующей сессией будет задание прочитать вторую часть. А вы должны будете на что-то обратить внимание. На отношения хорошо, ближе, Дальше. Какие отношения? Нас будет интересовать этот вопрос. Останется ли праведный до конца? Хорошо. Я скажу, что останется. Мы уже услышали это. Вам теперь нужно проверить, действительно ли я это правильно понял, когда читал. Какой еще нас интересует вопрос? На преобразование самого Ио. Хорошо. Но давайте еще более внимательнее посмотрим во свете первой части. Помните, мы говорили, что она связана первая часть, связана со второй частью, с третьей частью. Что вы будете ожидать, согласно первой части книги Иова, где проходили такие тяжелые страдания Иова, описаны на двух этапах? Как Бог будет действовать. А точнее, какие вы ожидаете действия Бога? Как отец будет помогать своему сыну и как будет приближать своего сына. Согласны? Вот это будет самое главное. То есть в этих разговорах, в этих разговорах будут не человеческие побасинки звучать, а в них будут какие-то проблески. Ну что, разве, друзья, такие уже глупые были? Они тоже мудрецы. И, по сути дела, я их тоже отношу не к позиции так называемого садомского язычества. И я их отношу именно к положению царя Махасадека. Я отношу именно к положительной стороне, когда верят в Эльшадая, Эля, когда обращаются к Аллаху или Илу. То есть я верю в это положение священно. Что эти люди, они соприкасаются с живым Богом, а значит, у них есть истина. Пусть не полная, пусть не точная, но есть. Пусть она смешанная. Пусть там какие-то добавки. И мы с вами можем переживать не только за Иова, а мы должны смотреть с вами и на Его друзей, потому что Бог хочет не только одного Его приобрести в сыны. Он хочет общаться как на небе с сынами Божьими, так и на земле с сынами Божьими. Если на небе Он общается с Элохимом, Элохимами, которые выполняют миссию на земле, как ангелы, то на земле Он хочет общаться с людьми, как со своими сынами. Чтобы в свое время они стали Элохимами, то есть Всевышними. Пожалуйста, микрофон, пожалуйста. Друзья же считали, что то, что было с Иовом, они в принципе говорили правильные вещи, о том, что грешников такое и постигает, потому что они знали Бога только как наказали, что Бог наказывает за грехи такими вещами, но и друзья потом познали в том, что Бог может все давать просто для испытания и возрастания, поэтому не только Иов прошел какое-то испытание, но и друзья тоже познали Бога по-новому. Конечно. И добавим, еще должна была жена пройти путь воспитания. Ведь Иов должен был иметь еще от нее детей, если, например, некоторые говорят, что она ему родила их. Или же это дети, которые, как некоторые говорят, были воскрешены, но все равно отношения должны были проявляться в дальнейшем, потому что у детей Иова были еще тоже дети, то есть внуки, то есть бабушка должна была быть рядом с дедушкой. Чего, к сожалению, не было некоторыми нашими библейскими героями, героями веры, которых мы читаем в Ветхом Завете, в книге Бытие. Поэтому эта часть, мы назовем ее борьбой. Борьбой за приобретение новых сыновей. Это борьба с самими бунтующими подростками. А там все подростки, хоть они по возрасту, казалось бы, уже пожилые, но они бунтующие по-своему. Каждый по-своему бунтует, потому что каждый изменяет из них свою позицию. И в какой-то степени Иов не отличается от них, но он выше. Он выше. Он цельный. Мы дальше поймем это слово цельный. Он непорочный. У них же есть пороки. И эти пороки, они будут высвечивать. Они будут ими как раз и упрекать. И там один из пороков у одного, например, как мы говорили, это традиции. Вот он верил традиции, которые передавали родителям. Он очень сильно почитал своих родителей. Так что считал, что все, что они говорили, истина. Это, конечно, перебор. Но на хорошей почве, как вы видите, на уважении и почитании родителей. Другой имел порок в том, что попал под влияние какого-то духа, который ему сказал, что небеса нечисты, и Бог не доверяет своим ангелам. И тут можно сказать, что этот человек стремился к духовным вещам. Он не верил в механизмы природы. Он думал о духовных вещах. Мистика всегда зарождалась в поиске духовных вещей. Ну, а третий, он был человеком-натуралистом. Он смотрел на природу и, подобно Дарвину, вывел определенный закон. Он вывел себе такую позицию о происхождении вида праведников и грешников. Он посмотрел на все и сказал, вот я увидел это все в природе, наблюдал это все в своей жизни. У него не было авторитета, ни родителей, ни духовного мира. Он был человек фактов. И неплохо, да, иметь факты. Только нужно их правильно интерпретировать. Поэтому все они имели и хорошее, и плохое. И все они стремились к хорошему, но получилось, как всегда. Почему? А потому что вот этот возраст духовного отрочества, это возраст, когда задаются вопросы. Если маленький ребенок, он задает вопросы, кто, что, и он все буквально воспринимает, а ребенок возрастом первых школьных лет задает вопрос, почему? Почему родители говорят одно, а делают другое? Почему в Гиблии написано так, а в жизни не так? Постепенно задают вопросы, почему? А подростки задают вопрос, как? Как это все перенести? Как это сделать? Или как от этого увильнуть? Они задают эти вопросы, вопросы практики. Их интересуют не теории, их интересует то, что с ними происходит. Что за со мной происходит? Почему я был вчера такой, а сегодня другой? Что во мне произошло? Мы знаем гормональные изменения, но мы также знаем, что в этот момент открываются особые источники бездны в человеке из верховной природы стреляют такие страшные вещи, что просто подростки даже в благочестивых семьях не знают, как себя вести. Юноши задают себе вопрос, куда? Куда пойти жениться? Куда пойти учиться? Куда? и наконец опытные отцы говорят тоже как? Это не опытные говорят, почему? А мудрые отцы, они говорят, как меня вести с этими детьми? Как вести? Как прославить Бога в данной ситуации? Поэтому мы можем сказать, что перед нами действительно типично отроческое состояние мира восприятия и Бога познания. Это не детство. Нет, здесь о детстве не говорится. Если бы это еще касалось бы, например, книги «Бытие», вторая глава, то мы можем там сказать еще кое-что от детства человечества. Но перед нами уже сформированы, частично сформированные люди. Они прожили жизнь и они уже соприкоснулись с Богом, каждый на своем уровне. Хотя все они в какой-то степени бунтующие. Поэтому книга Иова это не книга просто про одного Иова. Это книга и про сатану бунтующую, и про друзей его бунтующую, и про жену, которая тоже находится в этом положении бунтующую. Это книга о том, как решать вот эти бунты на подростковом возрасте. подростковом возрасте. И вот как раз вторая часть она дает на многие вопросы и ответы. Поэтому когда мы знаем теперь направление второй части, я думаю, будет очень интересно искать для себя ответы, если вы имеете детей подростков. Все дети, кроме одного меньшего, потому что он еще не дошел до подросткового возраста, они проходили такой период, что иногда меня за грудки хватали. и разрывали нам не рубашку. А сегодня мы с ними общаемся и нормально общаемся. И даже в тот момент, когда они это делали, они знали, что я их люблю. И они знали, и говорили другим, что отец порвет вас за меня. Они знали это. Но они не знали, как теперь на новом уровне со мной общаться. потому что внутри у них что-то происходило, а они не знали, как себя вести. А учитывая, что они уже были в направлении лидерства, поэтому стремились к этой самостоятельности, и это было таким выражением. Хотя по характеру не скажу, что они все такие холерически настроенные. хотя есть некоторые из них такие планы. Пятеро детей. Пятеро детей и три сына и две дочки. хорошо, друзья мои. Третья книга, три книги в книге. Первая книга духовная книга, вторая книга психологическая книга, третья духовная книга. Вот вторая книга, я назвал ее психологической, может быть, чуть-чуть неправильно. Это мое старое название. Может быть, это не библейское выражение психологическое, потому что многие не любят слово психология. Поэтому давайте употребим слово душепопечительское, книга для душепопечителей. Это книга, в которой рождаются душепопечители. Если вы смогли найти возможность и общий язык с подростком, значит, вы можете быть душепопечителем. И Бог здесь выступает великолепным душепопечителем. Он сначала молчит, пока не все выговорятся. Он не вмешивается разговор между детьми. И когда один уже образно затыкает рот всем, им не че уже сказать, тогда он уберется за победителя. Потому что если мы будем работать с победителем, самым главным, то тогда и другие будут подражать ему. Но если мы начнем вникать в эту тяжбу, то один будет обвинять одного, другой будет другого обвинять, и будут манипулировать. как сатана хотел манипулировать Богом и хотел, чтобы Бог участвовал в этой злой сделке, чтобы он поразил Иова. А Бог сказал, я в этой игре не участвую, я ухожу в сторону, я иду на покой. Если хочешь, это твоя свобода, ты свободен выбор. Бог не вмешивался, не вмешивался в эту тяжбу. И когда Иова победил, когда он дальше как бы молчаливо наблюдает о разговоре с другими противниками Иова. То есть слово противник относительное. И когда Иова побеждает, как мы сказали, он начинает лично разговор с Иовом. И две вещи только говорить. Этого достаточно, потому что Иова уже созрел. В своей победе он достиг не только то, что заставил замолчать своих друзей. Кстати, он их не оттолкнул. Он просто заставил их думать. И они замолчали не потому, что обиделись на него, а потому, что он заставил их размышлять над серьезными вопросами, о которых говорили поверхностно. И как опытные мудрецы они замолчали. И тогда Бог начал говорить. Начал говорить. И как раз это все связано с тем, что опытный душевопечитель приходит и начинает говорить тогда, когда его воспринимают. Если возьмем с вами книгу Ионы, Бог хочет разговаривать с бунтующим подростком, там тоже бунтующий подросток, но он хлопает дверью и уходит от общения с Богом и вынуждает Бога, чтобы манипуляцией он уничтожил по примеру Содома и Гоморы город Меневию и ждет, когда это все будет происходить на его взгляд назад. Не потому, что он такой жестокий и не любит Бога. Он хочет, чтобы его как пророка положение сбылось, ведь он опозорен, пророчество не исполнилось. Все будут говорить, что пророк Иона ложный. Вот, что он просит смерти себе. А дальше история с этим червячком, который пожрал, то растение, которое выросло, это не логика, как мы говорили, не логичность, посадил, а потом уничтожил. Большим Божьим промыслом, чтобы солнечный ударил по лысине ионы, и в этом потрясении он опять звал о смерти, но в этот раз он был открыт к вопросу, ну как тебе, что ты чувствуешь, и чтобы начался разговор. Ведь если, например, Ио не молчит и говорит, то Ио молчит и не хочет разговаривать, когда он сказал свои упреки Богу. и нужно с ним выйти на разговор, нужно вытянуть то слово, от которого начнется точка отсчета. И когда Ио уже говорит, вот тогда Бог начинает задавать эти душепопечительские вопросы. Кстати, они очень похожи. Поставь себя на мое место. Если бы ты был творцом, ты так бы уничтожал свое творение. Подобно здесь Бог говорит Ио ты если бы стал бы на моем месте и был бы такой уровень знания, то ты бы смог бы это? Смог бы ты вести себя вот так, как ты себя ведешь? Или может быть и по-другому поступил бы? Да, эти связи очень похожи между Ио и Ио и Ио Я думаю это вам тоже можно проследить о том повествовании, где тоже идет речь об бунтующем пророке. Он тоже подростковый. Он много знает. И вот это знание, которое привело его к пророческому служению, оно ему сослужило злую шутку. Вот именно на уровне знания он чуть не разорвал свои отношения с Богом. Хорошо, пожалуйста, посмотрим опять на первую книгу, как мы говорили, на духовная книга. Мы теперь давайте все то, что услышали, сейчас как бы закрепим. Закрепим. Теперь вы уже знаете немножечко о первой части, о второй и третьей части книги. Я хотел бы, чтобы вы сейчас несколько человек сделали свой комментарий. Вот что теперь для вас эта книга? Вот что она теперь для вас представляет? Какую модель? И что вы теперь будете ожидать от нее? Пожалуйста. Я буду задавать теперь сам вопросы. И я задам трем братьям. Начнем с брата. Бориса, да, Бориса. У меня хороший есть ученик Борис. Я его учил духовно, но он не состоялся как учитель Библии, зато он состоялся как донтист. Поэтому я Борис, я говорю Борис, Борис, Борис. Да. Да, ну я думаю, что эта книга учит смиряться и ожидать, то есть ожидать Божьей воли в смирении. Спасибо, спасибо. Мы как раз о смирении будем говорить. Мы посмотрим, что такое смирение, мы посмотрим вот как оно развивалось вот это вот именно утверждение настоящего правильного смирения. Хорошо. Теперь пожалуйста следующий брат как тебя зовут? Я забыл. Дима. Как? Дима. Дима. Прекрасно. Что я понял из чего? Вот именно первую, вторую, третью часть немножечко ты уже знаешь, мы уже какой обзор делаем, уже как бы картина прорисовывается постепенно этой книги и вот что ты будешь ожидать от этой книги, когда будешь ее читать? На что ты будешь обращать внимание? меня Не знаю, меня больше я читаю ее действительно увидел и меня впечатлило вот этот переход от самого отношения Иова к каким-то трудностям, когда он начал с того, что сказал, что я буду принимать и плохое от Бога, но само его отношение вот оно как-то у меня в разуме оно меняется от начала и ближе к завершению к тому, когда он действительно получит долгожданное того, даже которого он не ждал Да, я думаю, что ты тут увидишь интересную очень линию, о которой апостол Павел говорит, что внутренне нахожу, что закон добр, заповедь святая, что нахожу наслаждение в истине, а по внешнему человеку да, вижу как бы сопротивление и то, что хочу не всегда делаю то, что хотелось бы, а делаю иногда то, что не хочу и возникает этот конфликт бедный человек кто избавит от всего тела смерти и там разрешение благодарение Господу, что тем самым духом служу Богу а плоти закону греха то есть есть вывод я могу или так быть и так быть поэтому я делаю вывод какой и так нет никакого осуждения которое не по плоти но по духу потому что дух жизни это более лучше потому что он освободил от закона греха и смерти и вот эта мысль она будет тоже прослеживаться если ты на нее обратишь внимание потому что я вижу тебя это интересует пожалуйста как вас зовут Владимир Валера Владимир Владимир очень приятно у меня тут как бы такая вот больше наверное ассоциация что ли что с человеком всегда находится обвинитель то есть сатана и в принципе наш оправдатель Господь как бы всегда стоит как бы тоже рядом с человеком и постоянно происходит эта борьба где человек всегда должен смотреть на ну как бы на Бога на своего оправдателя независимо от того какие он там в ситуации попадает потому что обвинитель вот он тут и сказано что сатана постоянно обходит землю как бы ища кого погубить но постоянно он в работе то есть он всегда ищет новые жертвы себе и верующие всегда должны уповать на Бога на оправдателя искать а я задам вопрос а вы видели сатану вообще-то как что значит я видел я его не видел я его знаю по его делам знаете его по делам хорошо и через кого он проявляется через людей через людей значит кого мы должны бояться получается людей спасибо вы очень мудро ответили хорошо друзья мои давайте мы будем с вами более теперь углубляться и наверное у нас будет твердая пища где-то мы что-то с вами закрепим что-то повторим но что-то мы с вами еще увидим первая книга это духовная книга и она касается разговора на небе действия на земле она раскрывает тайну страданий и поведение праведника я бы хотел бы сейчас чтобы одна из сестер не буду называть ее по имени но я уже примерно догадусь кто это чтобы она могла прокомментировать первую вот такую вот предпосылку или точнее утверждение пожалуйста кто это будет я показываю пальцем да вот разговор на небе духовная часть как вы думаете о чем здесь будет речь идти вот духовная часть духовная часть о чем она будет заключаться как я думаю ну вы знаем уже отрывочек мы это с вами немножечко изучали вам уже легче вы уже не перво проходите и вы теперь подумайте в чем смысл именно разговора на небе как какого-то духовного духовной вещи скорее всего это ну как праведность само по себе это духовная вещь и в разговоре на небе как раз вот по этой части был нанесен удар сатаной как раз он был сделан удар не на духовную часть а на телесную часть и в этом была его ошибка ну это на небе было на духовной а на земле на телесной нет там идет речь о том что Бог поднимает вопрос духовный и называет каким он есть обратите внимание что он духовный человек и он представляет духовные вещи а сатана на своей волне и он говорит о земном просит точнее о земном и в этом его ошибка хорошо спасибо так теперь пожалуйста следующая сестра в желтеньком красивом таком вам второй вопрос действия на земле там описание действия на земле связанные с тем что страдают страдает иов у него забирают все детей дети умирают и он сам заболел и жена как бы отошла в сторонку от него а салфа один вот какая здесь духовная часть вы могли бы прокомментировать да пожалуйста помощь из зала я думаю о таком страдании какой они я думаю что жена не отошла она думаю страдала так же да да ну мы говорим что иов воспринимал этот момент даже не знаю что можно воспринимать в таком страдании вот духовная часть именно духовная часть я не говорю цельная часть вообще целого человека мы говорим только то что то что страдания сатана жесток вы можете согласиться что там показывается жестокость и эта жестокость нечеловеческая если мы говорим что нам нужно бояться больше человека это в том что он не управляем сатана хоть управляем он он послушал вот согласно книге да вот это да только это не переступай а иначе ты получишь а здесь вот в этих границах которые ему было дозволено он уже себя проявил он так себя проявил но правда более сильнее он бы проявляет себя где и когда на земле он себя более проявил когда распинали Иисуса Христа другого Сына Божьего того праведника того непорочного истинного непорочного поэтому вот здесь мы должны с вами понимать что же есть почерк почерк человеческий и есть почерк сатаны и мы как духовные люди мы должны его отмечать и вот здесь вопрос духовной войны нам нужно хорошо исследовать спасибо тайна страданий пожалуйста тайна страданий какая здесь духовная часть вот первое первой книги какая там должна быть духовная часть страданий как ты думаешь то есть иногда мы смотрим на страдания как на таблетки на кровать на которую нас положил кто-то или или бог или человек или машина сбила или еще что-то и после этого у нас что-то происходит на духовном уровне я вам расскажу одну историю как со мной бог разговаривал и именно я понял свою тайну страданий в той ситуации я возвращался с работы и в ожидании электропоезда я обратил внимание что на перроне стояли две женщины которые одержали так называемые свои журналы сторожевой башни про буддист и они разговаривали с человеком и вот когда я стоял недалеко от них я прислушивался и они вроде говорили правильные вещи я в душе подумал в сердце по мысли только в сердце наверное они уже скоро станут евангельскими верующими они очень близки им чуть-чуть не хватает с этой мыслью которая меня так и заинтересовала надо будет теперь обращать внимание может быть у них какие-то метаморфозы происходят в ихнем движении может быть они действительно уже понимают куда они зашли ведь они начинали с евангельского движения в свое время расой ну а потом ушли в сторону хотя вроде были теми кто изучали эти сами и вот я сажусь на электропоезд и мне женщина попросила поднять маленькую телеску с виду она была действительно небольшая но когда я ее поднял он что-то стрельнило внутри в общем я как-то влез уже в ту самую электричку я сидел на полу как какой-то бомж и думал о том вот я приеду на перрон на свою станцию а что дальше я уже себе рисую картину что если я как-то вырежу я буду сидеть там как-то где-то и ждать темноты чтобы на карачках пролезть домой это 3 километра ну а что остается делать надо же как-то вызывать тогда мобильного телефона при мне не было и слава богу как раз был автобус возле станции и поэтому кое-как не знаю как но чудом я влез в этот автобус а потом когда он остановился возле нашей улицы я вылез и пополз да это было действительно не перемещение нормального человека со стороны можно страшно подумать когда я домой прилез когда добрался до кровати все жена я готовый я готовый не знаю что дальше будет но я готовый и вот я лежу как только пошлину страшная боль когда лежу как вот покойник без движения то более-менее нормально и вот так я вижу и вдруг такой разговор звучит из моего сердца ну что как себя чувствуешь ну как ничего бунтующий подросток ничего сейчас друзья мои наверное придут они узнают что я дома в таком положении меня проведают у нас начнутся прекрасные разговоры и я смогу поделиться многими истинами которые Бог не открыл когда задается вопрос ну допустим сейчас придут твои друзья а я отниму у тебя уста и ты не сможешь говорить что ты будешь делать ну как что я борюсь как что ну если я не смогу говорить но я вот видишь рукой еще шевелю а такие есть которые ногами рисуют поэтому я буду писать а потом попрошу чтобы жена принесла мне машинку печатную и я буду одним пальчиком набирать свои мысли ведь те книги когда ты же должен написать апостол Павел в тюрьме был а я на постели бунт продолжается не покорюсь докажу что все хорошо он говорит ну а если я тебя парализую что будет я буду молиться ведь кому-то же надо молиться за миссионера и следующий задал мне вопрос который сразу меня не звозил ну а если я ум и тебя заберу и тут я представляю себя лежачим трупом для меня это была невыносимая картина я замолчал а он по-отцовски начал мне разговаривать то есть он достиг меня чтобы я наконец-то начал слушать он сказал слушай ты гибель читаешь да читаю что там написано те которые несповедуют что это за дух как бы дух антихриста и ты назвал этих людей моими детьми или перспективе идущими ко мне понял все понял раскаиваюсь вот нечто подобное как произошло произошло я раскаиваюсь я раскаиваюсь в этом действительно мне было искреннее покаяние я заснул на следующий день я просыпаюсь и случайно пошевелился и боли никакой не было я удивился я еще двинулся боли нет я приподнялся могу подняться вот таким образом Бог мне научил учил чтобы я не бунтовал даже в этом высоком мудствовании что они уже евангельские верующие и на пути евангельских верующих поэтому тайны страданий я открыл духовная часть ну и поведение праведника пожалуйста кто нас считает праведником тебя какая там духовная часть духовная часть что только духом праведник мог устоять только при помощи святого духа праведник сам не может устоять он нуждается в помощи помощи духа он должен молиться и просить силы и помощи чтобы пройти это время это время особых переживаний вы помните я рассказывал вам о том переживании когда я только обратился к Богу и когда на меня налегали очень многие из представителей властей я постоянно молился и в этом Бог достиг великую работу в моем сердце это духовное единение с Ним помогло мне пройти все пути и дороги чтобы не стать предателем и то опять же по Его милости сейчас мы с вами опять сделаем перерыв и более подробнее будем рассматривать духовную цель и подробнее